Министерство образования и науки Хакасии в 2015 году профинансировал работу двухлетних научных школ. Гранты по 200 тысяч рублей на их проведение выиграли Хакнияли и ХГУ. Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории собрал в конце августа молодых ученых и докторантов из Хакасии, юга Красноярского края и Тувы. В основном для того, чтобы они послушали лекции по методологии научных исследований известнейшего ученого из Новосибирска Николая Розова. По его учебникам готовят студентов философских и социологических направлений. Я рассказываю о моделях, о концепциях, сложных понятийных конструкциях, которые позволяют раскрыть глубинную сущность исторических процессов. Почему где-то происходят революции, где-то мятежи, каким изменением режимов они приводят. Историки хорошо умеют описывать то, что происходит, а философия истории, макросоциология отвечает на вопрос, почему это происходит. То есть негативное развитие событий в обществе ученые могут предсказать и дать рекомендацию властям и обществу, как это предотвратить. Тема настолько заинтересовала участников летней школы, что профессора Новосибирского госуниверситета буквально засыпали вопросами. Участники школы, да, они имеют свою позицию, они хорошо ее отражают. И вот эта дискуссия научная, которая завязывается в ходе данной школы, она очень отрадна для нас. Мы понимаем, что те деньги, которые мы в это вложили, они не зря. Министерство образования планирует продлевать эту практику. И в программу мы заложили несколько большую сумму на следующий год. Теперь будем ждать, насколько она будет утверждена, исходя из общего бюджета республики. Но надеемся, что этих денег, скорее всего, станет больше, и количество школ ежегодных все-таки тоже увеличится. Большинство участников летней школы Хакнияли – это ученые-историки, представители научной школы профессора Валентины Тугужековой. Многие сейчас продолжают работу над докторскими диссертациями. Валентина Тугужекова считает, что самое трудное – это не сбор материала, а методология исследования. Школа важна не только для тех, кто работает сегодня над докторскими диссертациями, но и это очень важно для тех, кто сегодня только начинает заниматься наукой, потому что он для себя будет уже знать, что такое методология. Потому что к этому приходят, как правило, на последних курсах учебы в аспирантуре, или на последних курсах учебы в магистратуре. Ну а здесь для начинающих, в общем-то, ученых, я думаю, что это важно. Для кандидатов наук, тех, кто всерьез занимается исследованиями, конечно, самым важным было живое общение с философом и ученым с мировым именем. Мы находимся, ну, несколько на периферии, скажем так, научной жизни, и поэтому, конечно же, нам обязательно новые вливания нужны, это однозначно. Уровень профессора Розова – это очень хороший, высокий уровень. Его работы, учебники, статьи мне интересны, поэтому я с удовольствием здесь присутствую. Для тех, кто только делает первые шаги в науке, были интересны теоретические модели современных, прежде всего зарубежных, макросоциологов, чтобы использовать такие методы в своих исследованиях. Ну, я в настоящее время занимаюсь антикрестьянскими репрессиями на территории Минусинского района в конце 20-х, начале 30-х годов. В лекции профессора Розова он рассказывал про конфликты. И вот как раз именно в тот период времени был очень большой конфликт между властью и обществом. Не каждый молодой ученый может себе позволить побывать на лекциях специалистов подобного уровня, просто в связи с финансовыми возможностями. А здесь предоставляется такая уникальная возможность. Если Хакниялий провел летнюю школу для уже состоявшихся ученых, то ХГУ для студентов. Ее так и назвали «Первые шаги в науку». Грант выиграла кафедра химии и геоэкологии Института естественных наук и математики ХГУ. Провели ее в окрестностях Абазына, одной из баз отдыха. А посвятили ландшафтному планированию территории и рациональному природопользованию. В школу пригласили 15 лучших студентов вторых-третьих курсов, будущих биологов и экологов. Тех, кто уже проявил себя в различных научных конференциях, либо выбрал исследовательские темы для курсовых работ. Главное назначение – это привлечение молодежи, студентов, молодых, также развивать их способности в научно-исследовательской деятельности, давать им возможность себя проявить, освоить методики и познакомиться с такими же интересными, заинтересованными ребятами и, конечно, преподавателями, которые обладают большим потенциалом, именно научным, чтобы их заинтересовать, чтобы они научились, чтобы они развивали свои способности. Первые три дня студентам университета и школьникам старших классов из Абазы, которые тоже увлечены экологией, читали лекции по современному ландшафтоведению, планированию, обучались современным исследовательским методикам и обязательная практика. Студенты будут работать, и школьники будут работать над индивидуальными проектами. Очень жесткие такие рамки у них будут. Они все за два дня должны будут провести исследования на конкретной части города Абазы и комплексные исследования провести по оценке застройки, по оценке озеленения, по оценке транспортной интенсивности, построить картосхему и, естественно, разработать рекомендации по улучшению природопользования в пределах участка этого города Абазы. Для этого студентам пришлось вспомнить азы ландшафтного планирования и экологических исследований, которым их обучали во время полевых практик. Мы измеряли среднюю длину своего шага, чтобы использовать это на местности. Так как не всегда имеются приборы геодезические какие-либо, и это знание среднего шага помогает в измерении местности. К примеру, в глухой тайге или горной местности, где трудно установить устойчивую связь со спутником, да и карт нет подробных. А в Абазе GPS-навигатор ловил сигналы сразу четырех космических объектов, так что координаты получались весьма точными. Так как у нас идет ландшафтное планирование, мы составили план местности и с помощью навигатора определили координаты некоторых объектов для составления электронной карты. Студентам младших курсов помогала ветеран летних экологических школ, магистранка второго курса и сама уже школьный учитель Мария Зубарева. В будущем она планирует поступать в аспирантуру. Мы же с воздуха тоже не можем взять ни тему, ни проблему. А тут, собирая нужный материал, рисуя профили, да, все возможности есть. Оборудование институт завозит. Помимо этого, очень хорошая практика в плане того, что и теоретическое подкрепление. Тут первые два дня ты окунаешься в теорию, и потом ты с новыми силами все это воспроизводишь. Получаются, ну, довольно высокие результаты. Я и в Новосибирске принимала участие в научно-практической конференции и представляла результаты работы школы на всероссийской конференции, академическая мобильность. Помимо этого, это, конечно же, да, первые разы я выполняла научно-исследовательские работы в рамках курсовой, да, тоже материала для курсовой иногда очень не хватает на практике. Ими, например, он одинаковый. И хочется выделиться, вот, пожалуйста, съездил в научную школу, получил много нового. Еще одно направление практических исследований – изучение антропогенной нагрузки на экологию. Для этого студенты оценивают состояние растительности. И самый лучший индикатор береза, вернее, березовый лист. Я использовала методику асимметрии листьев, то есть мы смотрели разность правой и левой частей листа и этим способом мы могли определить, высокое ли влияние антропогенного фактора в этом городе или нет. Кроме того, это является качественной характеристикой, а еще определяется количественная характеристика, то есть осаждение твердых частиц на листьях. Это влияет на это также транспорт. Вот такая методика по смыванию вот этих вот твердых частиц, листьев и определению посадки, сколько их, ну, количество. Кстати, количество машин, проходящих по улицам, фиксирует другая группа студентов. Задание, на первый взгляд, несложное. Главный инструмент – собственные глаза, а еще секундомер и блокнот. Но и здесь есть свои тонкости. Мы смотрим структуру транспорта, как выглядит сам транспорт, от транспорта же зависит загрязнение, и количество транспорта на определенный промежуток. Ну, вот как мы мерялись сейчас, мы проверили, сколько легковых, грузовых автомобилей проехало за то время, пока мы с методом стояли. И практически все виды этих исследований должна провести каждая студенческая группа. Это 3-5 человек, им еще предстоит построить карту-схему местности. Дни заполнены до предела, скучать не приходится. Участники нашей школы будут проводить акции, волонтерские акции. Это по очистке берега реки Абакан и по очистке прилегающей территории. Кроме того, у нас запланированы экскурсии в визит-центр заповедника Хакаски, на котором студентам будет дана информация именно о природных ландшафтах данной территории. По итогам обеих научных школ в конце года будут изданы сборники, в которые войдут статьи и работы участников.